Cardinal XD и XYZ Films представляют Мама? 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 Сынок! Кошмар! Грубая сила Уходишь? Ты знаешь, кто мой отец? Ты ещё пожалеешь? Маркос, ты со мной не разговаривал. Давно. Ты даже не попрощалась. Жаль. Кто-то преследует сборщиков винограда. Сезон только начался, а люди бегут. А как мама? Она не очень. Почему я? Ты журналистка. Я уволилась. Странная история. Помоги, Слоан. Убеди меня. Хватит прятаться. Слоан. Прошу. Ладно, я к тебе приеду. Добро пожаловать в Санта-Лусию, мир фруктов. Песня за доллар. Джордж. Привет, Слоан. С приездом в Санта-Лусию, где вечно воняет коровьим дерьмом и искишим виноградом. Баруис. Что это? Проблемы? Ерунда. Уверена? Пока не очень. Привет. О, как ты вырос, Маркос. Дорогая моя, Артуру придётся нанять новых людей, имеющих разрешение на работу. В этом случае он должен предоставить работникам жильё. Он строит домик в Эст-Палм-Корт. Вы говорили с Артуром? Знаешь, Артур добрый, но… Не боец. И копам не до нас. Кто за этим стоит? Нас многие недолюбливают. Я не смогу помочь. Брось. Ты же отличный журналист. Журналист в Кубе. Мне нужно на учёбу. Но я не могу уехать. Поэтому ты здесь. Эти люди всегда приходят ночью. Их никто не видел. Как призраки. Обезопасим себя. Собрание в мэрии в семь часов. Балait czasie. Ребята – ты в куда-то не можешь? А еще надо всё это решая. Ах, я надо живи в тени, как хотела пл advertisement. Ой, Гребят. Я Young das的人 değil. Угу. Оп allí об negevingsie. Да, точно. Это вино прекрасно подходит к рыбе. Да, это вино изменило мир. Дайте знать, если что-то выберете. И не спешите. Дульси, это Слоун, моя милая падчерица. Это Дульси, она моя правая рука. Я рада. Слушай, подай им четвертый номер. Женщина пишет для «Вин Нового Света». Конечно. Как им пина? Ей понравилось, а ему горчит. Значит, нужен другой год. Точно. Рада знакомству. Идем. Все по-прежнему. Как при маме. Спасибо. А где все работники? В этом году их мало. Нынче все хотят работать у Мариэллы Викунья. Почему-то. Волнуешься? Нет. Закончим новое жилье для рабочих, и все навадится. Хорошо, что приехала. Не ждал. Я ненадолго. Все равно я рад. Все равно я рад. Стояки, пара ты, мияммур. Нет. Осторожнее. Может загореться. Ты давно здесь? Пару недель собирала виноград, а потом твой отец повысил меня. Он хороший. Конечно. Соболезную о маме. Артур говорил, что весной она умерла. Уверена, что она была чудесной. Да, была. У вас здесь есть проблемы? Проблемы? Нет. Здесь все спокойно. А слухи? Я не слышала. Ты домоседка. Продолжение следует... КОНЕЦ КОНЕЦ Эй! 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 Девушки отдыхают Спасибо Ты не видел парня в чёрном? От него воняет Не видел И не унюхал ничего необычного Ясно Эй, я понимаю, почему ты уехала Правда? На похоронах я пытался выразить соболезнования Знаешь, моя девушка говорит, что Прошлое в прошлом Будущее таинственно А настоящее В настоящем До встречи Да Я много раз говорила и повторяю Прокладка кабеля в восьми метрах от жилых домов Делает из нас подопытных кроликов для операторов связи Потому что мы попадаем под излучение Спасибо вам, Элис Увидимся через неделю Я уверен А теперь мисс Петти Эрнст Наш супервайзер Зовите меня просто Супер Петти Опустим формальности, да? Речь о безопасности нашего района Безопасности нашего прекрасного сообщества О благополучии и безопасности Безопасности наших детей Мы знаем, как важны для нас рабочие на фермах Но не стоит строить жилье для рабочих рядом с домами жителей Благодаря Артуру Стендалю В нашем тихом районе появится много незнакомых людей Это осложнить жизнь Барбы Которая часто остается дома одна Или малышке Сьюзи Мейсон, которая любит играть на улице Я предлагаю пересмотреть закон о зонировании Сегодня Ради Безопасности Нашего общества Кто за? Голосуем За Кто против? Запрос отклонен Просто не верится Его так не победить Это уж точно Голосуем 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 Элло? Что? Слон! Вы довольны? Надеюсь, теперь вы в безопасности? Артур… Господи… 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 2006… лучший урожай… Лучше Эль… Шучу… Что будем делать дальше? Не волнуйся… Они думают, что победили… Ошибаются… Не уверена… Кто это сделал? Практически любой из присутствующих вчера на собрании в мэрии… Или это несчастный случай… Я работал на этой земле с тех пор, как смог держать ножницы в руках… Дед всегда хотел, чтобы я учился, но… Я лишь хотел выращивать… Виноград… Я это знаю… Я рассказывал, что мама хотела уехать отсюда… Увести меня в Тоскану… Я не смог… И она стала лучшим совладельцем в истории наших виноградников… Скулка, да? Ты тоже мчался из школы на виноградник… Чтобы взять интервью и написать первую статью… Хотела славы… Это место… Оно в сердце… Да, и навсегда… Ты не видела Дульси? Она сегодня собиралась прийти пораньше… Не видела… Присмотришь тут за 7 часок… Я съезжу в полицию и напишу заявление… Они откроют дело? Да они рады пожару… Боже… Поможете мне? Я вас напугал? Закрыто до 10… Я не покупатель… Простите… Кусается? Как да как? Вот как… При опасности… Здесь рай для любителей каберне… Я не отличу каберне от компота… Мужчина мечты… Я ищу Дульси… Дульси Лопес Кастильо… Она сестра друга… Семья волнуется… С ней все в порядке… Вы знакомы? Не отрицаю… И как она? Работает… Я поговорю с ней? Она еще не пришла… С ней вечно… Что-то случается… Вы не знали об этом? Пусть позвонит мне, когда появится… Я у Бетти… Риверсайд? Надеюсь… Там нет клопов? Из 90-х… Комната 305… Тико… Тико Рейес… Слоун Сойер… Это… На всякий случай… Ну как? Копы делают вид, что усиленно работают… Джерри сказал, что вчера… Ты врезалась в него? Случайно… Сначала пожар… Теперь Дульси… День как-то не задался… И часто так бывает? Нет… Она ответственная… Раньше мама вела все дела с работниками… Не надо о ней… Нет слова… Мы можем и должны о ней говорить… Есть вопросы? Я ничего не хочу знать… Ты ушла с похорон… У меня была работа… Я знаю… Тебе трудно смириться с ее смертью… Поговорим? Нет… Боже… Я скучаю, Слоун… Ты видел Дульси? Нет… Где она живет? Понятия не имею… А телефон? Да… Посмотри на кассе… Оставьте сообщение… Недоступно… До встречи… Главный инспектор Петти Эрнст… Благополучие и безопасность… Конкурентам места нет… Только я знаю, что лучше для этого города… И что же? Благополучие… И безопасность… Вы были на моем выступлении? Ну да… Итак… Я главный инспектор Петти Эрнст… Слоун… Вы голосуете, Слоун? А вы уже слышали о пожаре? Да… Очень жаль… Хорошо, что пожар не успел перекинуться на другие дома… А фамилия? Сойер… Дочь Норы… Вы с ней очень похожи… Она хорошо знала моего брата… Пока он не уволился, конечно… Сейчас он помогает мне… Думает, я пройду в Конгресс… Удачи вам! Эй! Что тебе здесь нужно, детка? Я уже ухожу… Простите… Частная собственность… А так? Нормально… Тимоти… Слоун… Не узнал о тебя с татуировками… Нравится, да? Знаешь его? Нет… Ты видел пожар? Я всю ночь проспал, офицер… У меня есть свидетели… Понятно… Просто спросила… Уходи… Серьезно? Это жилой район… Жилой… Да, но рабочие тоже собирались здесь жить, верно? Пока, Зубрилка… … Праздник сбора урожая в Санта-Луси в эту субботу. Пожарная часть. Есть кто? Вы кого-нибудь ищете? А где все? Все тушат пожар в каньоне. Чтобы на шоссе не перекинулся. Парни утром уехали, а меня оставили на хозяйстве. А что там с пожаром в Испалмкорт? Просто ужас. Жителям повезло, что весь район не сгорел. Люди так беспечные. Это был поджог? Слушайте, разве я похож на детектива? Но я могу отличить поджог от просто пожара. Есть какие-то улики? Не до того было. Пожар в каньоне будут еще долго тушить. Мы такого лет сорок не видели. Спасибо. Здорово. Здорово. Привет. Привет. Все в порядке? Не горим. Пока. Что ты говоришь, сынок? Правду? Есть новости? Я видела призрака. Но он убежал. Ах, даже не начинай. Она делала, что могла. Получилось не очень ловко. Откуда у вас силы для игры? Всем нужна передышка. А то рехнешься от этого винограда. Может быть, вы что-нибудь знаете о тех странностях, что здесь творятся? Нас пытаются выжить отсюда. Мы и сами мечтаем свалить. Ваша семья осталась дома? У нас четверо. Милые дети. Слоун Сойер. На всякий случай. Да. Может, вы знаете Дульса Лопе с Кастильо? Она сначала недолго работала на сборе винограда, а потом на дегустации вина. Это красотка? На куклу похожа. Да, она. Подскажете, где мне её найти? Ну, она живёт на Риверсайд, у Боттиби. Отель Боттиби. Соедините меня с комнатой мисс Лопе с Кастильо. Там нет телефона. Зайдите к ней. Простите, я не помню номер комнаты. Забыла, где записала. Ну, так вспоминайте, где записали. Спасибо. Алло? Это Слоун. Слоун Сойер. Привет, Слоун. Привет, Слоун. Рад слышать. Знаешь, Дульса живёт в твоём отеле. Поищи её, а я занята. Ладно, попробую. Встретимся в баре без названия. Звучит заманчиво. Там просто вывеска сломана. Бар у Марвина. До встречи. ГОСТЕВАЯ ПАРКОВКА Привет, Слоун. Слушай, прости меня. Я не хотел ссориться. Как всегда. Да будет мир. Дульса тебе не звонила? Дульса? Да. Она тут умудрилась заболеть. Я сказал ей отлежаться. Эй, хочешь поужинать? Я приготовлю. Не могу. Ладно. Спасибо. Снова ты? В чём проблема? Я обозналась. Ты следишь за мной? Мир маленький. Тебя Бог послал. А то здесь эпидемия спущенных шин. Острый камень? Наверное. Работа. Я угостил её апельсиновым лимонадом, а взамен Бетти рассказала, что Дульса забрала вещи, оплатила счёт и исчезла. Расскажи о Дульсе. У неё отличный почерк. Нет, правда. Я как-то видел, как она пишет. Очень красиво. Она обожает писать письма. Может, станет каллиграфом? Может быть. Ты хороший друг, да? В смысле? Ты говорил, что она сестра друга, но ведь ищешь её именно ты. Друг работает. А я свободен. Садись. Как дела, Суэр? Привет, Джен. Сколько лет? Да. Мы сто лет не виделись. А в последний раз? Помнится, кое-кто загремел в больницу. Что тебе налить и этому красавчику? Бурбон со льдом. И мне. Ну, кто попал в больницу? Один из посетителей напился. Несильно. И чтобы отрезвить, пришлось сломать ему руку. Ясно. Ты танцуешь? Да, просто обожаю танцевать. Звучит шпиевая. Звучит шпиевая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обстоятельства не очень, но ты мне нравишься... Продолжение следует... 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 О, чуть не забыл. Я не зря тратился на лимонад. Может, съездим, осмотрим её комнату? Осмотри, потом расскажешь. Тут близко. Хочешь заманить меня к себе? Я не могу туда ехать. Боишься привидений? Бетти сказала, в комнате кто-то умер. Что? Да. Женщина. Моя мама. Она была в завязке много лет. А потом что-то случилось. Она умерла от передозировки. Там. Боже, сочувствую. Я была за сотни миль отсюда. Я пойду. Моя мама. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вчерашний парень Алехандро Викунья Викунья? Да, ваш главный конкурент Его фамилия Рейс? Алехандро Рейс Викунья По документам Я не знала Он учился на восточном побережье Вот вернулся И он наследник Мариеллы Спасибо, выручил Отель Бетти Би Мне номер 305 Гость выехал Что? Я буду скучать По красавчику Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дай мне шляпу Дай мне шляпу Она мертва Не может быть Я тебе не верю Её браслет был найден на месте пожара Где ты был? Я собирал информацию В том баре? Мне всё рассказали У тебя везде свои люди? Это похоже на шпионский роман Ты был с Сойер? Она вернулась в город? Не важно Что не важно? Она просто унылая Недалёкая девица И всё Привет Алекандра, помоги ей Спасибо, Алекандра Артур мог просто мне позвонить Я уверена, что у него есть мой номер телефона Он не в курсе Алекандра Налей Мескаль Мой собственный рецепт Привезла из Мексики До того, как он вошёл в моду Алекандра рассказал мне о пожаре у Артура Мне жаль Он не называл владельца Ты подслушивала, да? Пожар у Стенделей Это правда про Дульса Что Она Погибла в огне Они Сначала должны Провести Экспертизу Останков Я знала её много лет Она мне Как дочь Она не твоя дочь Алекандра Алекандра, прошу Дай нам пару минут Хорошо? Прошу Дай мне посмотреть Ты крепкая Это не она Ты нашла на месте пожара её браслет, правильно? Его подарили мы То есть Брэдли И я Ваш муж? Да Он понимал толк В украшениях В вине И в других вещах Вот Смотри Это нашли здесь Моя Прабабушка, возможно Свежевала пуму таким ножом Хочешь экскурсию? Я настаиваю Эта земля В моём сердце Известняк Придает моему вину Особый вкус Класс Это моё самое любимое место в мире Ничто не может меня заставить уехать И не нужно Помоги найти Дулси Мне страшно Прошу Ладно, хорошо Что ж, Слоун Была рада познакомиться Туалет Направо Ты здесь? Как ты мог заснуть? Ты всё проспал? Время пришло Привет Виноград Созрел Руки По локоть Красный от сока Впереди много работы Эй, Слоун Послушай Зачем это? Я всё объясню Вот как Я серьёзно Ты даже про имя соврал Тико – это прозвище Мило Я приехал из Коста-Рики Говорят, там красиво Мой родной отец был оттуда родом, но он сбежал пару лет назад Сейчас расплачусь от жалости Брэдли был мне как отец всю мою жизнь Но Мариэлла выгнала его Я думала, он умер Зря ты в это влезла Смешно слушать, когда это заявляет лжец Да, ты права Я бы многое могла сказать, но я же недалёкая девица Я не хотел Конечно Не сомневаюсь Слоун Эта земля глубоко вошла в кровь Викунья Очень глубоко Мариэлла пережёвывает людей И они напоминают героев картин Пабло Пикассо Я не интересуюсь живописью Прости Эй Я соврал Да Но не во всём Алехандро! Иди, Алехандро Алехандро! 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 Библиотека Библиотека Пожар в строящемся доме произошел в результате поджога В пожарной части Санта-Лусии не могут ответить, кто поджег строящийся дом Дом принадлежал Артуру Стендалю владельцу виноградников в третьем поколении Кажется, вы разбираетесь в истории Мне просто нравится решать головоломки и всё А что именно вас интересует? Расскажите о семье Викунья Работаете отчима, да? Верно Земля здесь много значит Викунья происходит от двух ветвей от индейцев чумаши и мексиканцев Так что эта земля всегда принадлежала им А потом, вы сами знаете Приехали европейские эмигранты вроде Стендалей и захватили земли, потеснив аборигенов Но земля всё помнит Что помнит? Историю семьи Мореллы Предки Артура Приезжие Захватчики Извините Субтитры создавал DimaTorzok 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 Эй, слезь с меня Ты знаешь, что это частная собственность? Кто заплатит мне за шины, а? Ты уже давно нарывался, Тимми Ты озверела? В своём Лос-Анджелесе Он закалил меня Раз там хорошо Зачем тогда вернулась? Соскучилась по дому? Развлекаешься, подбрасывая фермером Дохлых скунсов? И не думал Крутой, да? Забыл, как я сломала тебе руку? Ещё хочешь? Так что там со скунсами? Очень смешно Обхохочешься И прибыльно Что? Чёрт! У меня же свидание! Кто ещё сливится? Ладно, ладно Мексиканская красотка платила мне по сто баксов за каждый случай Ты удивлена, да? Видишь? Женщины на всё способны А зачем? Ты сказала Велела проявить фантазию Да ты артист И дом ты поджёг Нет Нет Ты шутишь? Я же отсюда Я что, тупой устраивать пожар рядом с домом моей матери? Ладно Я звоню копам Думаешь, они за мной приедут? Не смей приближаться к рабочим И к моей машине Из-под земли достану Понятно? Хуана? А, привет, Маркос Я выяснила, кто пакостил рабочим Мелкий мерзавец Тимоти Фитнелл Да, ваш сосед Так что спите спокойно Нет Не благодари Выспитесь Хуана? Что? В чём дело? Я сейчас приеду Осторожно Спасибо Спасибо О, Маркус Прости Сукин сын Я его посажу Я звонил шерифу Когда ехал сюда к вам Он сказал, что его племянника Тимоти спровоцировали И они ничего не будут делать Гниёт Гниёт Рабочие боятся Это понятно Я принесла кофе Спасибо Где нашла? На пожаре Ты правда говорил с ней? Или опять соврал? Она человек-викунья Что? Мариэлла её ищет Так ты познакомилась с Мариэллой? Да Имела удовольствие Она считает это своим Всё Ты знаешь, где Дульса? Нет Лучше уйди, Алехандро Прошу Меня так только мать называет Как мило Это она? Ты узнала что-нибудь о Дульсе? О вашей марионетке? Пока нет Какой марионетке? Вы послали её платить местным, чтобы они третировали рабочих Ночью один такой подонок избил моего друга За это вы ему, наверное, даже премию дали Но я ничего об этом не знаю Точно не знаешь? Моя мать, она… Она считает эту землю своей Древняя вражда Я бы не назвал так кражу родной земли Да Ты прав Но это вовсе не оправдывает ваше нападение на рабочих Такая милая девушка Дульса Такую никто не заподозрит Но она просто исполнитель У меня такое впечатление, что вы помешались, Викунья Я ей не служу Ладно Ты большой мальчик, свободный Да Ты её покрываешь? Ложь во спасении Это её слова? И ты ей веришь? Раньше верил Где Дульса? Не знаю Если ты что-то узнаешь Прошу тебя, позвони мне Снова ты? Ещё не вернулись? Пожар ещё тушат А есть Палмкорт? Нашли тело? Да Здоровяка Это мужчина? Верно С плохими зубами Привет Видел Джорджа? Не видел Давно? Кажется, с воскресенья Где он живёт? В заброшенных домах В последнее время где-то на стройке Ты что делаешь, Сло? Ты сейчас первая подозреваемая в списке шерифа Я вообще не должен с тобой разговаривать Ты бы видел Маркоса На нём живого места нет Тише Да что здесь происходит? Твой начальник дружит с Элехандро Он на стороне Мариэллы Что тебе нужно? На пожаре, про который вы дружно забыли Нашли тело Джорджа Нет Дерьмо Да У нас дерьмо и виноград Арестуйте Тимоти Фитнелла Уезжай отсюда Тебе не победить Как и ей Хуана Собираетесь? Мы уезжаем Что? Я должна защитить свою семью Мы имеем право жить в безопасности Мы ваша семья Нет Маркос, мой сын Он плоть от плоти моей Я готова на всё На всё Ради его будущего И ты имеешь Право на спокойную жизнь А теперь Отпусти нас Субтитры создавал Dima 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 Мариэля Прощай Артур, прошу Прошу Помоги мне выбраться Прошу Прошу Субтитры создавал Dima У нас был план. У вас? С Мариелой. Это её идея запугать рабочих. Зачем это? Проще напугать их, чем переманить за деньги. Кстати, вспомнила. Ты должна мне за шины. Это ради дочери. Дочери? Где она? Не знаю. Мариелла забрала её. Почему? Это ребёнок её мужа и мой. Поэтому она забрала у меня девочку. А дочка – это всё, что у меня есть. Ясно. Значит, Мариелла выгнала мужа и забрала вашего ребёнка? Я должна была помочь землёй. Я решительно отказалась. А она сказала, что если я подожгу дом Артура, она вернёт мне дочь. Затем она послала своего охранника убить меня. Я сбежала к Артуру. К Артуру. Я соврала ему, что меня преследует бывший парень, и он спрятал меня. Рассказал о твоей маме. Какая она была умная и красивая. Именно. Была. Прости её. И себя тоже. Ты бы лучше подумала о том пожаре. Я не причинила зла. Я хотела вернуть дочь. А Джордж? Кто? Он сгорел. Никого не было? Нет. О, Боже! Нет. Остановись. Подумай о своём ребёнке. Я убийца. Зачем ей такая мать? Ты не можешь перестать быть матерью. Ты не знаешь, на что способна Мариэла. Нужно торопиться. Собери вещи. ... ... ... ... ... ... КОНЕЦ Это Артур Стендель. Оставьте сообщение, я перезвоню. КОНЕЦ Слон! Боже. Кто-то увёз Дульса. Здоровый парень, я его видела. Это Куку. Мамин охранник. Спал на веранде. Слон, я просто не могу поверить. Поверь. Дульса вернулась, она раскаивается. Мариэлла с ней не разговаривает. Если бы я знал, где она прячется… И что тогда? Вернул бы её назад, к Мариэлле? Я считал, что Дульса разлучница. Что это она разрушила нашу семью. Дульса – ребёнок, которого третировала вся ваша семья. Мариэлла держит её дочь в заложниках. Слон, я ошибался. Эй, я с тобой. Я знаю. Что нам делать? Найти ребёнка. Кто же теперь покупает вино для тех губ, которые я называл своими? Интересно, расскажет ли моя девочка ему обо мне? 78-й год. Год, когда я унаследовал виноградник деда. И мой первый урожай. Последняя бутылка. Хотел выпить её на пенсии, но… К чёрту. Виноград гниёт на лозе. Дом сгорел. Кровь, пот и слёзы. Артур. Что, Слоун? Пытаешься испепелить меня своим взглядом? Помоги нам. Вам? Я – Алехандро Викуния. Но для друзей Тико. Убирайся, Алехандро. Артур. Он с нами. Речь идёт о Дульсе. Мариэлла забрала её ребёнка и держит в заложниках. Помоги нам. Я устал, Слоун. А ребёнок? Пусть этим занимается полиция. Нет, она не станет. Я устал. Это просто виноград, Артур. Нет, ошибаешься. Это земля и солнце. Это поэзия в бутылке. Это виноградный сок. Стоит ради него разлучать мать с ребёнком? Или избивать ни в чём не повинных людей? Или удерживать здесь мою маму? Это нечестно. Ты мог увезти её в Тоскану. Мог увезти куда угодно. Она дала мне жизнь. Дала мне тебя. Эта земля – моя жизнь. Но, может, она не благословение, а проклятие. Уезжай, Слоун, а? Пока можешь. Я остаюсь. Хорошо. Хорошо. Иди вперёд. Если что… Мы не знакомы. Точно. Найди, Дульсе. Найду. Какой план? Действовать по-взрослому. Отлично придумано. Умно. Ты украла мой урожай. Вор у вора дубинку украл. Ты третируешь людей. Разве? Где ребёнок? Какой? Не прикидывайся. Ребёнок Дульсе. Артур, ребёнка нет. Он родился мёртвым. Девочка просто сошла с ума от горя. Отдай ей ребёнка, прошу. Я отдам землю. Скажи ещё раз то, что наша семья жаждала услышать сто лет. Я отдам тебе всю эту долину. Артур. Никакого ребёнка нет. Есть просто очень больная девушка, которая знает, как очаровать стареющего мужчину. Итак, обсудим наш виноградник. Спи, мой ангел, засыпай. Засыпай, засыпай. Глазки быстро закрывай. Что это? Она плакала всю ночь. Что? Кто? Скучала по матери. Не могла заснуть. Где она? Грумко плакала. Грумко плакала. Вот бы кто-нибудь заставил её замолчать. Взяков. Стой. Субтитры подогнал «Симон» Давай! Этот ребенок никогда не уснет Давай, расскажи мне что-нибудь интересное Как мне здесь надоело Я очень устала Ай, малышка, прошу тебя Не плачь Эй, давай лучше поспи Ты не представляешь, как меня это достало Я уже на пределе Хватит Нет, нет Серьезно? Нет, нет, постой Нет, не могу Да Бросить все Слован Слован Нашла? Эй, Дульсе Вот она Что с ней? Мариэлла дала мне успокоительное Надо уходить Она сказала, что ребенок умер Девочка жива Что это? Слышите? Плачь Так Верни моего ребенка Отдай Алехандро Мы же семья Нужно драться Я не готов драться За кусок земли Чему я тебя учила? Жестокости Мариэлла, прошу Ты и твоя семья Из поколения в поколение Жили на украденной у нас земле Вы научили нас идти по головам Я буду сражаться до конца Черт Стреляй В машину Где Артур? Я вернусь Он ранен Спрячь его где-нибудь И присмотри Слон Ты хотел уйти от Мариэллы Действуй Иди Иди Мариэлл 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 Нужна скорая Рядом с Дюнами Все верно. Скорее. Артур, я вызвала скорую. Они едут. Все в порядке. Мы приезжали сюда с мамой. Мне так жаль, что я уехала, когда она снова начала колоться. Она сама хотела, чтобы ты уехала. Я был рядом, но ничего не смог сделать. Ты не виноват. Ты хорошая дочь. Прошу. Прошу, Артур. Только не умирай. Скорая уже едет. Мы будем бороться за твой виноградник. Он мне не нужен. Вся эта вражда из поколения в поколение. Знаешь, как мои благородные предки делали первое вино на крови индейцев, рабов? Их кровь, пот и слезы пропитали эту несчастную землю. Земля записана на маму. Она твоя. Она не моя. В тебе есть огонь, детка. Переверни страницу и начни свою историю. Нет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok